Утро на Елисея С Новым годом приходят и новые возможности. Для красноярцев возобновили рейсы в Арабские Эмираты и Индию, что значительно расширяет географию новогоднего отдыха. Путешествия не из дешёвых до Персидского залива. Только билеты от 100 тысяч рублей, а до Гуа от 68 тысяч. Но в Сибири, говорят туроператоры, предпочитают всё-таки Азию. Если море, смотрите, то есть на протяжении уже многих лет безусловным лидером, наверное, именно зимнего отдыха стал всё-таки Таиланд. Это страна, которая по совокупности факторов обеспечивает абсолютно хороший доступный отдых и с точки зрения питания и географического положения. В новогоднюю неделю отдых у моря обойдётся от 84 до 152 тысяч рублей. Ну а тем, кому пляжный отдых наскучил, я советую брать рюкзак и отправляться в горы. Встретить бой курантов на вершине Боруса у вас, к сожалению, не выйдет. Но вот начиная с 3 января турклубы города предлагают несколько направлений, где можно продолжить отмечать праздники. Начиная уже с 3 числа, то есть есть варианты поехать на Иргахи, то есть там пешеходные маршруты с ночёвками на базах. В Поднебесной Зубе это Кузнецкий Алатао, недалеко от Междуреченска. Есть хороший район, там тоже прогулки на лыжах пешком, то есть ночёвки в тёплых домиках. Самое популярное место для продолжения новогодней вечеринки – Столбы. Расположиться можно на тёплой базе Нарым. Домики рассчитаны на шестерых человек и есть всё необходимое для уютного вечера. Обойдётся такой поход выходного дня в районе 6,5 тысяч рублей. Следующий по курсу – Ергаки. В этом походе предстоит ночевать в стационарном зимнем шатре. В нём установлен стол и лавки, печка, спать на деревянных настилах. Так что захватите с собой зимний спальник. Гостям обещают зимнюю сказку со звёздным небом, зимние скалы и причудливые сугробы. Стоимость в районе 10 тысяч. Ну и закрывает наш список идеальных новогодних каникул Европа. Среди наших туристов, по крайней мере, большей популярностью пользуется Прага. То есть именно больше старинной Европы, конечно. Прямых перелётов до Чехии из Красноярска нет, а вот из Москвы билет обойдётся в 35 тысяч рублей на одного. Самый оптимальный вариант – уехать в Европу 20-23 декабря и провести там полторы недели, вернувшись в начале года. Так вы застанете Рождество и Новый год. Не забудьте для посещения большинства европейских стран требуется шенгенская виза. Её оформление обойдётся в 5-6 тысяч рублей. Стоимость билетов и экскурсий может меняться в зависимости от даты вылета и сложности маршрута. Планируйте свой отдых заранее. Купили новогодний колпак и на всякий случай купальник. Арина Синицына, Денис Шабанов и Иван Вишневский.